Новостройки не в почете. Жители ветхих домов не хотят покидать свои квартиры и переезжать в новые. Всего в прошлом году были рассмотрены обращения жителей 13 домов, которые могли пустить под снос или на реконструкцию. Однако с некоторых зданий статус аварийности сняли. Сообщение о вынужденном переселении из родного, но ветхого дома обескуражило жителей двухэтажки на Комсомольской. Дом является памятником культуры, но находиться под его крышей опасно. Требуется немедленное вмешательство строителей. Такую оценку дали эксперты, проводившие обследование старого здания. Ну и теперь людей вынуждают быстрее покинуть родные стены и отправиться по новым адресам. Но некоторых владельцев квадратных метров убедить в аварийности дома не удалось. Соответственно, освобождать территорию они не намерены. Почему? Детали квартирного конфликта в репортаже Ольги Григорьевой. В феврале 2017 года все жители и собственники вот этого здания узнали из объявлений, что дом признанным аварийным подлежит сносу и мы должны в срочном порядке прийти в жилищную политику по проспекту с документами и что мы будем прямо в кратчайшие сроки выселены. Антонина Серова три года назад купила на Комсомольской 79 квартиру. Здание это числится в списке памятников архитектуры. Рассказывает, когда оформляла документы, об аварийном состоянии дома не обмолвились ни в одной инстанции. Речи не шло и о возможном расселении. Но несколько месяцев назад собственников обескуражила новость о том, что в здании стало опасно находиться и оно требует срочной реконструкции. Даже не видно никаких трещин, ничего. Да, фасад, допустим, нужно ремонтировать, но мы не имеем права без отдела культуры делать какие-то действия здесь, нанимать бригады или еще что-то. То есть нужно разрешение. Наш дом аварийным считает. Вот там трещина дома, она не аварийна. Вот впереди дом стоит. Это АН тоже не считает. Люди очень пытаются туда переселиться, просят их, но их никто не расселяет. А у нас почему-то у нас расселяют. Никакие трещины собственникам не страшны. Внешний вид здания их не смущает и никто из собравшихся не верит заключению экспертов. Вот посмотрите, вот эта несущая конструкция. Что? Здесь единственная штукатурка полопалась. Ни одной цветной трещины, где маячки, если они говорят, что стены в ужасном состоянии. В каком ужасном? 50 сантиметров стены. 55 что ли? 51 сантиметр. Где? Какие трещины? Где наш дом аварийный? Где? Всего в доме 10 квартир, 7 из которых в собственности. Людям предлагают переехать в новостройки в Южный Урал, Кушкуль или на транспортную. Но уезжать из центра не хотят. Причины у каждого свои. Например, для Веры Пузаковой остаться здесь вопрос заработка. Посмотрите, что у нас дорогущие фрески, мы сделали ремонт, провели коммуникации. Просто мы занимаемся бизнесом, потому что наш вид деятельности позволяет заниматься в жилом помещении. Мы сделали подъездные пути, чтобы у нас все клиенты подъезжали. И как бы место центральное, центр города, самое дорогостоящее. Деньги зарабатываем, мы здесь налоги платим, поэтому нам и идти некуда, мы и не уйдем. Не уйдем. Пускай нас там хоть что-то поджигают, режут. Я уже даже не удивлюсь, если нас там повыбивают здесь. Не удивлюсь, потому что я не знаю вообще, куда мы катимся. Что это за жизнь такая? К любому, вот к любому человеку они могут прийти и сказать, наш дом, вам, ваш дом нам понравился, мы вас все равно до осени выселим, вы собираете манатки и до свидания отсюда. Это что это такое? Стоит отметить, что дом уже наполовину расселен. Кто-то сейчас в процессе выбора нового места, а некоторые на связь с администрацией не выходят. В управлении жилищной политики пояснили, по документам дом аварийный и если жители хотят доказать обратное, то им необходимо все делать официально. Если есть отрицательное решение суда, мы с гражданами общаемся, мы их приглашаем, рассматриваем те варианты, которые в настоящее время у нас есть. Люди едут, смотрят квартиры. Если согласны, то мы идем на переход права в Росреестр. Ну, если граждане считают, что их дом был признан незаконно, а аварийным, они же могут обратиться и произвести детально-инструментальное обследование дома, вынести вопрос и снять статус аварийности. На переулке Малоторговом-1 жители сумели доказать, что здание простоит еще несколько веков. Когда узнали об аварийном состоянии и переселении, люди стали бить во все колокола и достучались. В итоге выяснилось, дом получил аварийный статус по технической ошибке. У нас трехкомнатная квартира, капитальный кирпичный дом, очень теплый, в центре города. Работа у меня 5 минут ходьбы, школа у ребенка 5 минут ходьбы, поликлиника, все рядом. А что вам предлагали? Нам предлагали кушкуль в счетовых домах, причем квадраты те же самые, что и здесь. Крыша у нас новая, абсолютно новая, причем мы крышу перекрыли с долевым участием жильцов дома, то есть мы за нее платили. В том, что добротный купеческий дом простоит еще столетия, не сомневаются и соседи. Правда, некоторые живут в самой старой его части, построенной еще 200 лет назад. Вот где действительно жизнь не сахар. Первый этаж, смотрите, какие у нас это трубы, все текут, не признают ничего. Вот вся труба течет, дом вот с той стороны смол такого треснул. Тем не менее, все эти недостатки должны исключить. Дом включен в программу капитального ремонта. В администрации пообещали и внешний вид старинного здания привести в порядок. Ольга Григорьева, Максим Аксемлюк, Дмитрий Григорьев. Наше время.